Ученицы Христовы, жены Мироносицы, удивительная преданность Христу которых во время его служения, страдания и после его погребения превзошла преданность самых близких и избранных его учеников и апостолов. 8 мая в Храме Рождества Христова в престольный праздник состоялись ранние и поздние божественные литургии в честь этого торжества веры и преданности. В этот день большое число прихожанок причастились к святых христовых таинств, чем засвидетельствовали истинную любовь ко Христу. Под благословение Крестом священники храма раздавали нашим прихожанкам святое Евангелие от Иоанна. Поздняя божественная литургия завершилась крестным ходом. Женщины, которых Господь не призывал как апостолов, не посылал на служение, но они сами из любви к божественному Учителю шли за Ним, служили Ему своим имением. Они помогали Ему не только в тех делах проповеди, но и апостолам, которые вместе с ним ходили, проповедовали. Это новое удивительное учение. Учение, в котором заключается всего несколько слов. Заповедь новую даю вам. Да, любите друг друга. И вот это удивительное учение этого невероятно замечательного, чистого, светлого, божественного Учителя так коснулось сердец Жон Мироносец, что они последовали за Ним и служили Ему не только имением, но и верой, и правдой, и любовью. На территории храма у садового домика состоялось музыкальное поздравление, и все желающие смогли угоститься травяным чаем на дровах и сладостями. Безограничная любовь ко Христу была в этих никому неизвестных женщинах. А это истинное предназначение женщины-христианки. В первую очередь верность Христу, и уже через это любовь к ближнему. И еще очень важная деталь. Жены Мироносицы, как женщины, это удивительная сторона любви, чувственность. А мужчины, которые еще не сразу поверили даже женам, которые видели Иисуса Христа, это чувство, которое предполагает для размышления нашего, как рассудительность. Так важно каждому из нас, будь то мужчинам или женщинам, иметь эти две очень важные стороны нашей жизни – чувственность и рассудительность. Мне хотелось бы пожелать всем вам, дорогие наши женщины, сегодня праздник православных женщин. Пусть ваше чувство никогда вас не обманывает, но пусть ваше сердце всегда согласовывает выбор вашего чувства с Евангелием. Потому что если вы будете руководствоваться этим светом, просвещающим всех, то вы никогда не ошибетесь в выборе. Я хочу также пожелать вам всех тех самых важных добродетелей – веры, надежды и любви. Пусть эти добродетели помогут вам пройти этот непростой путь женского служения. С праздником вас! И храни всех вас Христос! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!